Оооо, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Маугли здесь! Это The Culling, и вы знаете, что я очень люблю эту игру, хотя я уже давно и безнадёжно отстал от неё, но тем не менее, мой интерес к ней не пропадает, и сегодня мы с вами поиграем, да, вы можете не поверить своим глазам, почему такая странная заставка, да потому что в Culling вышло новое обновление, точнее, даже сами разработчики пишут, что самое большое обновление за всю историю существования этой игры. Это обновление называется Big House, или Большой Дом, и оно привносит в игру огромное количество разных новых фишек, давайте нажмём старт, ух ты ж, блин, ты посмотри, новая система лута, внимание, соревнующиеся, так-так-так-так-так, у нас здесь, короче, апдейт был совсем недавно, нам предлагают немножко подождать, вы посмотрите, learn how to survive the Culling within this short tutorial, нам предлагают посмотреть какой-то краткий гайд по выживанию, давайте просто попробуем его посмотреть. Давайте просто посмотрим, потому что вроде как в игру добавили большое количество разных новых фишек, новых фишек, чё это такое у нас, waiting for players, погоди, 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 я жду, где я, блин, новая капсула, что ли, у нас теперь такая, охренеть, сама, сама вот эта система обучения, то есть туториал, он был переработан, нифига себе, реально очень крутая штука, смотри, тут даже и тузик есть, ребят, если вдруг, хе-хе, калми, хе-хе, может что? Чё такое? Хе-хе-хе-хе, чё за звук дурацкий? Ладно, вау, нихрена себе, так, сначала она у нас не прогрузила, сейчас у нас появится, знаете, что я сразу могу отметить, вот, во-первых, чувствительность мыши какая-то странная здесь, сразу могу отметить, что у меня игра выдает чёртовых бодрые 60 фпс, ну, почти, почти везде. Может быть, потому что просто туториал мы запустили, у нас, типа, как бы, всё это дело только короткая область прорисована, но так или иначе, игра, мне кажется, оптимизирована лучше намного. Само обновление, оно привносит не только внешние какие-то фичи, но также добавляет дофига всего нового. Что нам показывают здесь? Видимо, здесь мы просто пойдём сейчас и попробуем всяческие разные функции здесь посмотреть. Вот он, аирдроп нам сразу сюда вызывают. Да что у меня, смотри, 5 ячеек сразу свободных, вы можете видеть, что даже внешняя игра поменялась. Давай-давай-давай, открывай. Давай посмотрим, что там там выпало. Так, нам выпал прекрасно, нам он прекрасно, хороший дроп у нас выпал. Пиратский или как он там назывался? Что это такое здесь? Я не могу пройти. Это что, я не понял, почему у меня здесь какие-то... Что за барьер стеклянный непроходимый? Ладно, видимо, нам нужно идти куда-то в другую сторону. Давайте сейчас посмотрим. Смотрите, всё реально очень сильно даже изменилось. Всё выглядит намного круче. Так, контролзи, а погодите, а где у нас чувствительность мыши-то где-то нужно изменить? Эээ, чувствительность мыши! Много быстро мне поставили, может быть, дженерал здесь, наверное. Вот, давай поставим чуть побольше. 56 поставим, посмотрим, как это у нас... Эплай, да, конечно, применяй всё. Вот так уже как-то получше, повеселей получается. Здания переработаны, в игру добавлены новые режимы, добавлено новое оружие, новые прически, новые аирдропы, новая карта! Вы представляете, не просто, ну, как у нас, помните, вид арены менялся внешний. У нас добавлена целая новая карта. То есть вот раньше у нас была всего лишь одна карта остров. Сейчас у нас появилась ещё одна карта, мы в неё сегодня, естественно, поиграем, посмотрим, что она будет из себя представлять. Появились вот такие вот, вот такие вот непонятные ящики мусорные, этого не было. Это очень интересно. Так, это что у нас такое здесь? Вантус какой-то огромный, зачем он нам нужен? Закрытая дверь. Ещё у нас есть закрытые двери, может быть, даже нам придётся как-то их открывать. А чё нам вообще нужно здесь сделать? Подожди. Это же у нас туториал. Я не понимаю, что он, что нам здесь предлагают сделать. А, нам нужно одеть, понятно, всё, я понял. Нам нужно было одеть броню для того, чтобы это следующий этап был у нас, да? Items inventory apply the hammer blast steam. Используйте какой-то тут тоник специально для того, чтобы что-то он делает. Круто. Говорит, достань фишки из своего инвентаря и примени их. Вот я применил, что дальше-то делать? Куда там нужно, наверное, пройти? Не знаю, не знаю, не знаю. Ладно. Будем сегодня это дело обозревать. Чё-то меня туториал, это немножко напрягает. Не совсем понятно, что нужно делать, потому что я вроде всё забрал. Может быть, нужно ещё трекером посмотреть. А, трекер мне покажет, что там кто-то есть. Вау! Ты кто такой? Ты кто такой человек? Может быть, у нас дверь, да, открылась? Давайте посмотрим. Игра реально становится всё лучше и лучше. Мне она, на самом деле, очень нравится. Даже несмотря на то, что я редко в неё играю. Смотри, дверь у нас не открылась. Давайте. Activate main tracker and use it to locate nearby man droid. Используйте main tracker для того, чтобы узнать, где у вас самый ближайший man droid находится. Ну вот, 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 я понял. Я понял. Вот он у меня, вижу я его. Ну и чё теперь дальше? Как мне к нему пробраться-то, ёшкин, ты дрен? Здесь, может, эти штуки открылись? О, открылось! Прекрасно. Да-да-да, я понял. Вон, нам прям показ. Ты не ходи туда, ходи сюда. Всё закрывается, смотрите, чтобы мы никуда с вами не... ...увернули. Убей этого man droida, говорит он нам. Ну давай, попробуем. Чё, это будет не сложно, наверное, сделать. У нас переработана система боёвки. У нас появилась крутая броня. У нас появилась новая система, экономическая система. То есть... Немножко я объясню вам, куда мы будем уже на карте непосредственно. Ух, нифига, мы его завалили. Добавлены новые анимации, добавлены новые звуки, добавлены новые... ...новые стим... ...вот эти, как они называются... ...тоники, которые мы можем активировать и вкалывать себе. Новое оружие, как я уже говорил. Новые режимы, новая карта. Всё это будет очень круто, на самом деле, для всех любителей каллинга. Если вдруг такие есть на моём канале, то, ребят, поддержите, конечно, это видео лайком. Потому что я думаю, что нас немного. А может быть много. Напишите в комментариях, сколько вас. Сколько вас, любителей каллинга? Я понимаю, что на игру... Kill, kill, kill. Убивай его, убивай, убивай. Что нам нужно сделать? Press quickly release attack button to jump. Что нам нужно сделать? Нажми... А, наверное, такую нам нужно заряженную атаку сделать, да? Yeah! Отлично, мы его убили. Hold down attack button and release the executed charge. Так, это charge attack мы уже сделали. Смотрите, здесь появилась система опыта, насколько я понимаю. То есть за каждое наше движение, за каждую нашу победу, за каждый наш промах, мы будем получать какие-то очки опыта. Этот опыт у нас будет. Что нам нужно? Use your attacks to kill another android, focus on efficient charging and release. Используйте различные, короче, атаки для того, чтобы... Для того, чтобы нанести максимальный удар. Удар. Что нам нужно здесь? Потолкаться. Да, вот, на, потолкаем с ним. Теперь у нас, когда, допустим, человек ставит такой вот блок, и мы пытаемся его ударить. Мы получаем дамагу. Хе-хе-хе. Нет, реально. Ну, иди, повернись сюда. Нечего тут попу свою показать. Ну-ка смотри на меня. Мы получаем... Нет, это не совсем... Дэмидж, это не совсем урон. Это мы получаем рану. Насколько я понимаю. Мы получаем рану? Или нет? Или все-таки наша броня? Стой. Ну-ка смотри на меня. Мы получаем рану, видимо, слабости какой-то. То есть мы... Ну, наши характеристики как-то ослабляются. Я еще полностью не изучил весь список изменений, но вот есть некоторые очень важные вещи, касающиеся боевки. Раньше можно было толкаться, дубаситься вообще до потери пульса. Сейчас, конечно же, нужно очень осторожно все это дело использовать для того, чтобы... Блин, да пошел ты. Ладно. Нужно использовать для того, чтобы себе вреда не нанести лишнего. Потому что иначе ты просто можешь сам попасть в свою же ловушку. Будешь толкаться слишком много, будешь пытаться ударять тех, кто держит блок, и, соответственно, у тебя будут большие проблемы. Так, ну что, в принципе, я не знаю, туториал мы увидели немножечко. Я понял, что он слишком сильно-то не отличается от обычного туториала. Просто его перенесли в естественную какую-то окружающую среду. Я предлагаю сейчас выйти в менюшку. Да, выходим в менюшку и посмотрим, что у нас там добавили. Пройдемся по списку. Даже внешне сама менюшка у нас поменялась очень сильно, поэтому сейчас надо к ней привыкнуть. Смотрите, вот у нас есть несколько вариантов тренировки. Это основная тренировка. Тренировка на оружие дальнего действия. И также... А, нет, эксперимент. Поэкспериментируй со всеми видами оружия и предметами в каллинг. Вот это интересно, кстати, все виды оружия. Сразу же можно будет их потрогать. Training range. Или offline match. То есть, если вы вдруг не хотите играть по сети, вы можете поиграть с ботами. Да. Ну, конечно, у ботов у них уровень сложности и навыка такой очень странноватый, поэтому вряд ли вы сможете добиться... Ты посмотри, как он выглядит! Он выглядит просто офигенно вообще. Броня, вот такая броня. Очень крутая и очень стильная. Блин, вот этого точно не хватало. Так, смотрим, что у нас здесь. Play. Ну, вот несколько вариантов у нас есть. Режимов. Это быстрая игра. Стандартное состязание. Завоюйте свои награды. Ranked. Смотри, это, видимо, еще недоступно. Что-то, видимо, для игроков, которые обладают определенным ранком. И кастомная игра. Create or Join. Создайте свою игру кастомную какую-то. Или присоединитесь к личной игре кого-то другого. Дальше. Тренировка у нас. Мы это видели уже. Дальше идем. Airdrop. Посмотрим, что он с airdropом. Насколько я знаю, теперь система очень такая интересная. Я вот, я прочитал на английском описание. Это патчноут этого нового обновления. Там, ну, не совсем я понял сразу, как это все у нас будет делаться. Потому что я пробежался буквально очень быстро по нему. Но вот что я понял оттуда. То, что теперь airdrop можно будет, насколько я понял, будут какие-то станции, где airdrop можно будет активировать быстро. Насколько я понял, это какие-то режимы игры. Я не могу сейчас точно вам сказать, потому что это надо сидеть и со словарем переводить просто, чтобы вот толком погрузиться в это все. Но вроде как будут какие-то режимы игры, где можно будет активировать airdrop. Какой-то дешевый, скажем так. Будем сейчас разбираться с этим. Что у нас, смотри. Видимо, early. Early airdrop, смотри. Early, это значит, он рано прилетает. Рано прилетает в игре. То есть игра теперь у нас по времени делится. Раунд делится на несколько, скажем так, временных зон. То есть ранняя временная зона, средняя временная зона, mid, видите здесь. И late, это последняя или поздняя. То есть, соответственно, разные виды оружия, они появляются в разное время. Чтобы не было так, что ты в самом начале раунда быстро как-то зарабатываешь много денег, фанков этих. Потом вызываешь airdrop с каким-то очень крутым оружием и просто идешь всех валишь. Чтобы не было такого, чтобы был баланс более-менее. Чтобы соотносилось время прокачки и сила игрока. И вот смотри, ранние airdrop, они стоят ноль, прикинь. То есть они бесплатные. Ты сразу же можешь вообще с самого начала найти первую же станцию и сразу же вызвать. Но, соответственно, и оружие будет здесь такое. Допустим, вот рандомный, да. С топорами. То есть какой-то топор будет второго уровня, непонятный какой. Будет броня, грубая, скрафченная. И будет еще какой-то стим. То есть вот этот вот шприц, который будет... Что-то вот, смотрите, видите, тоже написано. Так, рандомные с лезвиями. Рандомные как бита или... Да, что-то с битой связано. Рандомный airdrop с копьем второго уровня. Или bait crate. Это тот, который взрывается. То есть вы его вызываете и просто сидите в кусах, смотрите, когда какой-нибудь лошок подойдет. Вот его откроет, сразу же, смотри, 50 урона получит. Вы сразу нападаете сзади и добиваете его. Средние airdrop у нас, смотри, идет. Вот здесь уже понятно, что конкретно тебе выпадет. То есть бейсбольная бита третьего уровня. Уже усиленная броня. И что-то... Какой-то шприц будет. Еще раз. С ножом, соответственно, такой же у нас. Эти уже airdrop у нас стоят по соточке. 100. С ключом. Также у нас есть с этим топором третьего уровня. Причем добавлены новые текстуры, вы видите, самих оружий. То есть теперь они выглядят круче, мощнее, стильнее. Дальше. И также третье копье мы можем получить третьего уровня. Дальше у нас с мачете можем делать airdrop. И с томогавком. Вот, в общем-то, и все. А, и вот еще яри. Новое оружие, кстати, называется яри. Я не совсем понял, что это такое. Но судя по картинке, это какой-то... Сейчас, погоди, аккуратненько вот так сделаем. Это какой-то то ли меч с длинной рукояткой, то ли что. Это вообще копье третьего уровня написано. Все-таки это копье, но вот с таким вот коротким лезвием. Очень интересно будет, на самом деле, посмотреть, как она будет вести себя. И также дальше супер крутые airdrop, которые у нас идут уже в третьей, скажем так, весовой категории. Это Fireman's Axe, это топор пожарника. Катана, это все четвертого уровня. Затем кувалда четвертого уровня и трезубец. Выглядят они все просто потрясающе. Еще крутая броня дается для этого. Стоит 250 фанков. Это тебе не хухры-мухры. Также есть еще несколько разных airdrop, вот таких вот, типа там. Golden Arm, смотри, три дювелина там идет и рюкзак. Steam, три шприца и один рюкзак. Tracker, соответственно, это стандартная тема. И ловушки у нас, бомба, мина и также еще и растяжечки. Это все тоже у нас есть в airdrop. Ну что, мне кажется, выглядит очень круто. Очень, очень заманчиво, очень интересно. Перки. Что у нас с перками? Опять же, у нас, что, всего три перка, что ли, у нас теперь доступно? Backpacker. Так, погоди, погоди, погоди. А, вот, вот. Их разделили, все, я понял, их разделили. Три перка. Три перка, они делятся, опять же, на три категории. Это как-то, ну, типа, для использования, utility. Какие-то полезные. Survival, это для выживания. И также, weapons, это же связано с оружием. Вот эти три перка мы можем здесь себе назначить. Ну что, выглядит как бы круто. Но мне, на самом деле, больше нравилась та схема, которая была изначально. Там сразу все перки видно было. Они по категориям были разделены. Здесь немножечко сложновато. Но я думаю, что нет никаких проблем, чтобы разобраться во всем этом, посмотреть. Дальше. Кастомизация. Обещают, представляете, обещают, обещают целых 1500 разных новых элементов. Одежды, оружие, шприцов там и прочей всякой хрени. То есть, ты просто вдумайтесь, 1500 разных элементов. Это же вообще просто офигенно. Еще новая фишка, смотри. Character customization and clothing options. Смотри, appearance. Как вы появляетесь. Вот, смотри. Вообще, крутотень. Пол у нас теперь. Гендер у нас женский. Мужской, естественно, остался. Трансвеститов не добавили. И слава тебе, господи. Лицо теперь можем поменять. Потрясающе. Цвет кожи также у нас меняется. Давайте сделаем такого европейцева. Какого-нибудь. Ну, вот такого мне, в принципе, нравится. Что, нормальное лицо. Что, нравится? Пойдет. Почему бы нет? Что у нас с волосами? Лысые, значит. Разный цвет волос. Естественно, мы это ничего не открыли. Почему? Потому что нужно зарабатывать опыт. Нужно опыт зарабатывать. Опыт зарабатываешь, открываются новые всякие штуки. Смотри, зеленые брови. Это ж просто вообще опупеть можно. Или вот такие. Ну, вообще. Погоди, где оранжевые у нас? Оранжевые где? Кейт Флинт. Вообще из Продиджи у нас будет. Дальше. Комбайнд Андеркат. Смотри, вот такие причесочки у нас есть. Медиум парт. Это у нас, по-моему, что-то подобное было. Ну, и ракезик. Дальше. Что это у нас такое? Усатый, полосатый. Слушай, выглядит вообще потрясающе. Ты просто... Смотри. Где? Где-где? Погоди-погоди. Вообще. Он говорит, что вообще крутотень, а? Он что, нравится вам такое? Почти Чапаев, блин. Ладно, дальше. Хулиган у нас такой есть. Я хулиган. Ты посмотри, какой хулиганчик. Не очень на хулигана похож, конечно. Больше похож на какого-то... Как называют хипстера? Топ-кнот. С узлом. Вот это круто вообще. Для настоящих самураев. Еще аирдопчик с катаночкой берешь и пошел рубить. Валить всех. Ладно. Едем дальше. Так, это у нас прически были. Шляпки, смотри. Балаклавы, естественно. И балаклавы. Они все закрыты, смотри. А почему превьюшки нет? А, просто разный цвет. Все понятно. Специальные какие-то. О, ты посмотри. Охренеть! Вообще крутотень. Так, давайте просто пройдемся по ним, потому что мне такие фишки вообще нравятся. Что это у нас такое? Это у нас официальная штука какая-то. Гарнитура игры Калин. Дальше идем. Психо-брокинг-гас-маск. Офигеть. Просто сломанный противогаз психопата. Вообще, ну вы согласитесь, это вообще очень круто выглядит. По сравнению с теми всякими шлемами оводов и паутов, которые были у нас. Ха-ха-ха. Король Калинга. Это еще смешно, конечно. Полигональная маска. Что это у нас? Это у нас мистер икс какой-то. Сварочный. Ха-ха-ха. Сварочный шлем. Офигенно круто. Так, смотри. Такие вот черепушки есть. А, отлично. У нас чумной доктор. Вообще супер. Ха-ха-ха. Для тех, кто не любит отрываться от любимого занятия попивания газировочки. Робин Гуд у нас здесь есть. Вот такой вот. Ха-ха-ха. Че, все любители Скайрима могут, в общем-то, вспомнить былое. Дальше у нас солнцезащитные очки. Вот такие вот прикольные шляпки. Корона Сады Свободы. Тыква. Это тыква. Она, кстати, была уже с горящими глазами. И также у нас еще какая-то маска Гуля, да, или Гоали какой-то. Не знаю, кто это такой. Ну, типа Джейсон кровавый. Вообще круто. Очень круто, на самом деле. Выглядит все это. Разные кепочки у нас здесь есть. Что еще есть? У нас есть шляпки. Шляпки мы видели. Шляпы Ковбоя тоже было. Что это? Дорекс. Это, видимо, банданы какие-то, да? Дальше. Headbands. Это у нас повязочки такие. Google's. Google's очки. Было у нас что-то подобное. С сигаретой обязательно идет. Комплектом. То есть, если носишь такие очки, ты должен обязательно носить клыки в ушах и сигарету в зубах. Дальше. Paintball masks. Это у нас было. Вот эти как раз. Если кто-то хочет почувствовать себя с трекозой или мухой, можете вот, пожалуйста. Дальше у нас маски свота. Вот, по крайней мере, их сразу видно. Видно, какая, что, сколько стоит. То есть, раньше надо было просто рандомно оно все выпадало. Теперь, видимо, нет. Дальше. Крутые шлемы у нас такие. И дефолтные, что здесь нет никакой шляпы. Давайте оставим никакой шляпы. Так, это у нас голова была. Торс. Для торса у нас тоже появились новые фишки, новые одежды. Мотоциклетные какие-то жакеты. Вот, смотри. У нас даже появилась какая-то здесь тюремная форма. Формальная одежда. Можно в пижачке... В пижачке побегать! Нихрена себе! Хитман! Ребят, просто в Хитмана можно зарубиться. Конкретно. Лысого, беспощадного. Дальше, что у нас здесь? Тактические топы. Вот такие курточки у нас есть защитные. Танк-топс. Это, видимо, у нас так называется майка на лямках. Футболки и дефолт. Без всякой. Мне нравится вот эта. Вот эта очень крутая штука. Но я не понял, из какой категории это. Смотри, крутые вот есть такие суперкрутые. О-о-о! Нифига себе! Это вот стандартная форма, видимо. Можно вот такую штуку сделать. Вообще. Со шлемом рогатым. И это просто будет круто. Вообще ништяк. Мне нравится. Хоть это немножечко не влияет на игру, но внешне это выглядит прям вообще зашибись. Дальше, что у нас? Штанишки всякие разные есть. Такие-сякие. Вот у нас форма есть. Прям с цепями и скандалами. Вообще круто. Как прямо из старых фильмов. Дальше, что у нас? Формальная одежда. Брючки. Тактические штаны. Окей. Все это выглядит круто. Дальше. Флеер. Это у нас Tones, Banners and Victory Animations. Смотрите, у нас теперь появились какие-то карты, которые мы... Это что у нас? Видимо, наш официальный стикер, насколько я понимаю. Какая-то карта. Я не совсем понял, как мы ее будем использовать. Не совсем понял. Celebration. У нас появилась новая анимация. Помните, я вам говорил? То есть теперь, если мы побеждаем с вами в раунде, мы не просто тупо, знаете, все виснет, а потом ты вылетаешь в меню загрузки. Нет, ты здесь прям конкретно, у тебя проигрывается такая вот анимация. Уоу-ху-ху-ху-ху-ху! Хе-хе-хе. Баланс. Че это такое? Yeah, ага. Отлично. Super Contestant. Вот такие вот крутые анимации. Вообще, это очень круто, на самом деле. Опа, вот так вот. Good. Отлично. Yeah. Oh, baby. Ха-ха-ха. Да, вообще круто. Yeah. Contestant. Типа никто не смог ко мне прикоснуться. Ха-ха-ха. А это у нас Майкл Джексон, да, был? Это что у нас здесь такое? Вот такие танцы. Выглядит, конечно, смешно, но прикольно, на самом деле. Ха-ха-ха. Я даже не знаю, какую мне поставить. Я не думаю, что у меня будет вообще когда-нибудь возможность ей воспользоваться. Но вот такие всякие прикольные. шаффл такой вот танцевать. Мне кажется, это очень даже прикольно. Ха-ха-ха. Ребят, если вам нравится что-то подобное, обязательно не стесняйтесь ставить лайк. И taunt это у нас... Что такое taunt у нас? Chess pound? А я не знаю, что такое taunt. Это какой-то... Какой-то... Это какой-то жест или что это? Я не совсем понял. Что такое taunt? Надо посмотреть, что это в переводе означает. Всемогущий гугл-переводчик сказал нам, что слово taunt означает насмешка или издевка. То есть, видимо, мы можем во время боя, если с кем-то деремся, можем активировать какой-то taunt такой. Типа такой, знаешь... У-у-у-у-у. Давай померимся с тобой. Силами. Можно поиздеваться над врагом конкретно вообще. Ха-ха-ха. Патролить его, скажем так. Ну что, круто. На самом деле все это выглядит очень потрясающе. И также еще офигенная штука для всех любителей кесочки. У нас добавилась еще возможность кастомизировать свое оружие. То есть, у нас скины появились. Которые мы также можем с вами Применять на оружие Если заработаем достаточно опыта Вот такие вот веселые И не очень скины Видите, очень круто Можно кастомизировать своего персонажа Даже вот такой тесачок, смотри, можно сделать Защитненький С черепушечки Очень круто, все очень круто развивается А мы, кстати, можем посмотреть, что за оружие-то у нас появилось Смотри, новое Значит, это пика какая-то, пики у нас не было Это типа копье Типа копье, ладно, так у нас это была Это была, джавелин был у нас Катана, все это было Что еще у нас новое добавилось? Тесачок у нас был Вот, ярий вот этот, он выглядит вот именно вот так Восточный, смотри, с драконом Дальше что у нас? Survival X Вот такого топора у нас не было Топор для выживания Ну что, ну скажите, круто выглядит вообще Просто офигеть Дальше что у нас здесь? Вроде это все было-было-было Арбалет у нас уже добавляли в игру Но вроде все, вроде больше ничего такого Сверхоестественного нет То есть теперь кастомизировать персонажа можно по полной программе Начиная от внешнего вида, заканчивая Продолжая его анимациями, насмешками Победным кличем каким-то И также еще и заканчивая все это кастомизацией оружия Калкрейтс, это у нас Что это такое у нас? Калкрейтс, open box Открыть Видимо здесь мы можем с вами открывать Кейсы мы с вами можем открывать Вот что, смотри, реально Вау, вообще круто Очень круто нам дают теперь эти кейсы Которые мы с вами можем открывать Это у нас было в Overwatch Это у нас было в... Где это еще было? Я не знаю Я в подобные игры не играю Мне кажется, в любой уважающей себя игрушке Такого рода Мультиплеерной Есть такая возможность открывать вот эти кейсы И разные сайты с открытиями кейсов Вот теперь, смотрите Я теперь получил крутую футболочку Штанишки женские Получил вот такой вот ледоруб Очень фановый И также еще 200 денег мне дали за это Круто, смотри 10 штук нам сразу дали Вот вне очереди Давайте их пооткрываем Почему бы и нет Посмотрим, что нам выпадет На этот раз сразу же Ох ты что, это какие-то у нас Каллинг кард Я не знаю, что такое Каллинг кард означает Какая-то карточка каллинга Опять же Два разных вида нам дали И также еще дали вот такие вот шмотки Поехали дальше Показываем еще у нас Кейсы в каллинг Уже становится очень интересно Что у нас Прическу а-ля Валерий Леонтьев покрасился Женские шмотки И денег даже 50 дали Окей, пойдет Давай смотрю, что еще у нас тут есть Давай-давай-давай-давай Открывайся-открывайся Ух ты смотри, какой Скин шэдоу или тень Дали для нашего Пиратского вот этого Клинка Смотрим дальше, что у нас здесь еще будет Такая вот карта Не карта, а прическа с шишкой Дали нам карточку такую Дали такую одежду Окей Едем дальше Тем временем, смотри, денежки у нас растут Мы кейс открываем Денежки растут Денежки, смотри, дали Здесь 200 дали Здесь 50 дали еще И дали вот такие вот шмоточки Ну что, неплохо Для самого старта, знаешь Чтоб не просто лохом бегать Можно было сразу кастомизироваться Ух ты ж, посмотри Какой крутой скин Для тактического топора Это не тактический топор А это у нас топор выживания И дальше еще дали Желтый скин для трезубца Всегда мечтал трезубцем поиграть Ни разу, потому что трезубец мне не выпадал Теперь я думаю, что мы сможем это сделать Дальше еще он для дживелина у нас дали Граффити такой И вот для этого Кэнди Конфетка Дали скин Для топора Для выживания Давай, открывай Два кейса у нас осталось всего лишь Такая штукенция Окей, я понял вас Давай, да? Вот так вот можно, в общем-то, кастомизироваться немного Ну что ж, пока что у меня Очень даже хорошее впечатление Об этом обновлении Много интересных вещей Может быть А что, все, что ли? Все, закончились у нас Наши халявные Халявные эти Кейсы Ну что ж Давайте посмотрим, что у нас С настройками все понятно Давайте попробуем поиграть в новую карту Потому что Хочется все-таки поиграть в новую карту Где у нас здесь? Погоди, мы нас сразу поставили сюда Погоди, я нет Не хочу Давай-ка посмотрим Кастом Кастом Я хочу Я хочу создать карту свою Подожди Free for all Вот смотри, свободно для всех Айланд Да, мы хотим поиграть во вторую карту Которая теперь у нас называется Тюрьма Так и называется тюрьма Теперь мы должны с вами просто Видимо ждать Ждать, пока кто-то наберется Или мы просто можем попробовать присоединиться Быстро играю Думаю, что все сейчас играют в новую карту В эту Поэтому давайте просто сейчас мы Сделаем так Мы просто присоединимся К новой Cancel search Давай, отменяй 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 Чего? 101 человек 101 человек сейчас играет Не так уж много Мы, говорит Ожидаем какие-то технические сложности Потому что сервера могут быть перегружены Это все понятно Как нам сбросить нашу Очередь Черт подерь, а Quickplay мы с вами уже не можем выбрать Потому что у нас уже началась Загрузка Я не понимаю Что-то происходит Что-то творится Что-то творится Непонятное Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нас запкинуло с вами в какую-то карту Что происходит, блин? Тай-тай какой-то с нами Видимо нас под... Я... Привет, смотри Тай-тай пишет нам Нас... Я выбрал Быстрое присоединение Чтобы хоть кому-то Можно было быстро подключиться Окей Как нам выйти отсюда? Выпустите нас кто-нибудь Смотрите Это у нас Что это у нас? Это у нас остров Подождите Почему мы на острове? Да ёшкин дрын Вон смотри Наш друг бегает Почему на острове? Я хотел попасть в тюрьму Я хочу играть на другой карте Нам придется, конечно Подвезти нашего тай-тая Потому что... Ну серьезно Да, он бегает где-то здесь Где ты у меня народной бегаешь? Да, вот было сказано Что эйрдропы Которые у нас Были Из категории ранних эйрдропов Они теперь доступны Поэтому И поэтому вы можете теперь Спокойно Спокойно их собирать Смотрите У нас появились Такие вот койки Здесь все Площадь пустота была Блин Чувака придется расстроить Потому что мне придется выйти отсюда Никого оружия Соответственно У нас ничего такого нет Даже близко Блин, ладно, прости На, забери Забери, забери, забери 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 свой Уй Прости, чувак Куда мы пойдем? Говорит По-моему, он не очень опытен в этом Ты что не берешь-то? Досранец Бери бандажик Не знаю, куда мы пойдем 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 кого-нибудь Сейчас по трекеру найдем И забьем его просто Кулаками Где у нас тут ближайший? Просто поугараем Чувак, явно офигей Скажи Это тоже за мной бежит Какой-то новичок, видимо Раз он не очень опытен Ладно, фиг с ним Почему бы нет? Если умирать, то уже в бою Посмотрим, как у нас боевка реализована теперь Смотри, появились кувшинки Появились вот какие-то непонятные водоросли здесь Даже внешняя игра выглядит очень круто По-моему, кто-то у нас аирдропчик заказал ранний Ну ничего, сейчас мы ему поможем Смотри, бежит прямо к нам, да? Он прямо к нам бежит Давай, родной, беги Сейчас кулачный бой потренируем немножко Так, прекрасно Он где-то здесь Здорово Что? С чем он там бегает? С трезубцем, что ли? Ты что, охренел? Чувак С трезубцем? Подожди, как он может бегать с трезубцем в самом начале раунда? Это же невозможно Я выдохся, я понял Я понял, я понял Надо восстановиться Он причем от нас убегает от двоих Он, по-моему, не видит, что мы с голыми руками бегаем Давай, давай, давай Где ты у меня, родной? Вон он здесь Он убегает от нас Но мы его не догоним, я так полагаю Хотя я не знаю, почему он у нас сваливает Попробуй нашу и забьем Он вообще офигеет, наверное Что за хрень? Смотри-ка, я вижу там зеленый контейнер Прекрасно Как я говорил уже неоднократно В эту игру нужно постоянно играть Для того, чтобы быть на коне Здесь очень много постоянно разных патчей Выходило, по крайней мере, раньше Вот, смотри, отлично Такая штука у нас есть Может быть, сейчас скин применять для него И поэтому здесь надо знать, что как работает Как боевка работает За какие удвижения даются Какие преимущества Где ты, наоборот, урон какой-то получаешь Иначе ты просто можешь облажаться Я все-таки хочу посмотреть новую карту Поэтому, видимо, мы сейчас отправимся Я пытаюсь умереть Видите, эта игра мне не дает даже умереть Я пытаюсь умереть Вон, смотри, кто-то к нам бежит Прекрасно Давай, беги, родной Мы хотим с тобой сразиться Давай, где он сейчас из-за горы вылезет Ну где? Давай, посмотрим А, вот, прямо здесь бежит Давай, чувак Блин, я не могу подняться Где он? Куда делся, хмырь? Так, мы тебя высадим, собака Так, он у меня с той стороны Где ты? 23 А, вот он здесь у нас прятался Отлично, касатик Иди сюда Где ты у меня тут? Здесь, что ли? Блин, тут какая-то уже идет О, здорово У него вилы, ни хрена себе Откуда у тебя вилы, чувак? Вот, видите, он поставил блок Я ударил по этому блоку И он И я получил сразу же Рану Давай, 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 давай Фигачева Блин, я не понимаю, что происходит Почему? Как он меня закалывает так? Ты что, охренел, чувак? На, получи Блин, он меня убивает Давай, бей его На тебе, сволочь Хренач 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 Ха-ха-ха Есть Поработали Бери вилы, чувак Давай, тай-тайчик Хватай вилы Что, не надо тебе, что ли? У меня где-то был, кстати, бандаж А вон там, кстати, бомж бежит Ну-ка, стоп Стоять, бояться, блин Хватай, быстро Побежали за ним Ты одевать будешь, нет? Рюкзак В чем дело-то? Где у нас? Поехали, поехали Эффект неожиданности Опа, нихрена себе А, так он уже, какой, смотри Конченный весь Ха-ха-ха-ха Второго завалить Ни хрена, смотри, какой Рэгдол у нас теперь Есть Обалдеть Так, одевайся Слушай, я при чем еще Здоровье получаю Офигеть Я вообще ничего не сделаю Офигенно Так, нам нужен камешек Камушек, камушек Какой-нибудь Найти У нас Помните, да, что это у нас Игра матчевая То есть у нас есть Несколько здесь Групп бегает Камушек, камушек Дайте кто-нибудь Когда камень нужен Ты его хрен где найдешь Опять кого-то убил Нифига себе Ты крутой Или его убили Мне кажется, это его убили Топором Так, ладно, я пошел За него мстить Пойду отомщу Вот он у меня валяется Здорово, мужик С вилами ты у нас пришел Да, я смотрю На, получи Сзади кто-то есть На, сволочь Получи Сзади кто-то дубасит с меня, да, похоже? Двое их На, сволочь Мне терять нечего, собака Вы че, какие-то Что за ложки, я не понял Спиной ко мне поворачиваются Вы че, охренели что ли? Я в эту игру вообще не играю Уже давным-давно Они вообще, смотри Пытаются сзади меня обойти Ты че, придурок Офигел, что ли? Ксяоксин меня завалил Видите, да? Когда ты играешь И вообще не привязываешься Особо к результату Так, я хочу Вот смотри Что у нас тут 165 урона мы нанесли Одного убили 97 фанков заработали Нам не дали повышения уровня Теперь здесь тоже Это система Повышения уровней есть Вот такая вот Смотри, у нас Тут Чика бегает Очень красиво Здесь у нас пацаны какие-то Вообще Пираты Непонятный Молдер какой-то бегает Кто еще у нас тут есть? Давайте посмотрим Не так-то много я смотрю О, смотри-ка Такая вот герла у нас Теперь в очень крутом костюме Как циклоп Самый настоящий Бегает Когда играешь И особо не привязываешься к результату Думаешь Ну как бы Ну как Как получится Так получится Даже получается Кого-то завалить Ладно Еще раз Напоминаю Мы с вами хотим посмотреть Новую карту Вот сейчас туда и отправимся Я не нашел Никакого другого способа Поиграть в эту самую Новую карту Под названием Тюрьма Кроме как создать Офлайновый матч С ботами Ну ладно Слишком сильно не расстраивайтесь За этого Потому что нам не удастся Все-таки Как бы Вкусить Всех прелестей Этого нового Уровня С живыми игроками Но по крайней мере Мы с вами сможем Посмотреть Что он представляет Из себя Так подожди Что у нас Что у меня происходит Почему я не могу двигаться Во Все нормально Посмотрим Что он представляет Из себя Тюрьма Охренеть Смотри Реально Новая карта Офигеть Это же надо будет Ее сейчас бегать Значит И изучать У нас Не забываем Что все-таки Боты Они тоже сражаются Они тоже у нас Сопротивляются И нам нужно будет Сейчас все-таки Попытаться как-то с ними Взаимодействие наладить Так отлично У нас труба есть Кстати С моим новым скином Который называется Shadow Или тень Давай-ка быстро Одевай 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 Что тебе не нравится Одевай блин А потому что у меня 5 уже слотов Отктивированы Что это у нас здесь Трава какая-то Произрастает Отлично Берем эти штуки Надо быстро сделать себе Какую-то броню Так Тихо Тихо Вроде никого нету Давай-ка быстренько Сейчас камеш Выбьем себе О отлично Так давай Ага 30 надо фанков Точно блин Как же я мог забыть У нас же теперь еще и крафт-то Денег стоит Да Подзабыл я Так у нас броня Вот здесь у нас есть Но 150 нам нужно То чтобы активировать Эту штуку Что у нас еще Электрошокер есть У нас есть ментрекер Ну что ж Пойдем посмотрим Наша задача Все-таки поизучать уровень В первую очередь То есть реальная тюрьма Где-то в горах И так в общем-то Все это дело и выглядит Я так полагаю Что здесь можно будет На крышу как-то забираться Есть дорога Вот я вижу уже Кто-то в меня стреляет Там из лука Ты что придурок Иди сюда Можно особо не переживать Потому что он Должен быть Довольно-таки Лоховским врагом Не стреляй Ох ты ж блин Нифига себе Ты что и попадать В меня будешь Ринси а Ты что охренел Где ты у меня здесь есть Ха-ха-ха Лошара Ну да Он-то у нас не понимает Что надо блокировать Что за блок Ох ты ж блин Ничего себе Он что и так умеет что ли Ты что творишь а Проиграть боту Это наверное будет очень хреново На сволочь Ух ты ж блин Тихо Опа Получи Ну конечно Ему не выжить Ес Прекрасно Нам нужно чем-то подлечиться Наверное Пойдем-ка подлечимся Или в принципе Здоровье-то у нас Что-то восстанавливается Даже я так смотрю Нет Оно падает Потому что у меня Кровотечение было Что у него есть лук У него есть Тоник Смотри Офигенная карта У нас есть наверху Еще какой-то Рэдтаун там Вижу-вижу-вижу Бочку Еще кто там у нас высадился Пойдем посмотрим Смотри Еще зеленый у нас Вот здесь Подлечиться Можно будет сходить Где-где-где-где-где-где-где-где-где Где-то должна быть Наслечилка Станция переливания Крови Где ты Вон она сбоку стоит Сходим посмотрим Офигенно Вообще круто Очень многие игроки Ждали как раз Эту Новую карту Давай-давай-давай-давай-давай-давай Новую карту Когда же-когда же-когда же У нас разработчики добавят Они Как бы Оправдывались Говорили что мы не хотим Добавлять новые карты Пока мы не доведем Наш Геймплей скажем так До какого-то Ну минимума хотя бы Приемлемого Чтоб мы могли Скажем так Принести уже новую карту В игру Но Чтоб уже все остальные Механики были отработаны Что в общем-то Абсолютно понятно Это естественно И оправдано Сейчас мы видим Что игра Более-менее Она стабильна Сколько зданий Здесь Ты посмотри Вон арена центральная Пойдем Походим Поищем Что-то еще есть В этой тюрьме Я все жду Не дождусь Когда мы сможем Все-таки поиграть Может быть В этот уровень Или в какие-то другие уровни С другими ютуберами Давно я этого жду Давно созываю Ребят Но К сожалению Немногие Вдохновлены Этой игрой Немногие хотят Как-то играть в нее Записывать ее Как-то совершенствоваться В ней Хотя мне лично Она кажется Очень даже Перспективной штукой Так здесь у нас Все закрыто естественно Мы пройти не можем Тут у нас просто Какие-то Ничего себе Камеры люкс Ты посмотри Там какие унитазы Отполированные Блестящие Вроде как никого здесь нет Но это реально У нас тюрьма С ботами играть легко Они спокойные Они Не слишком сильно Предугадывают Твои движения Твои действия Поэтому можно Спокойно расслабиться Побегать Поизучать Посмотреть В общем-то Чем мы с вами И занимаемся здесь Что еще У нас какой-то Диспетчерский пункт Здесь есть Пойдем Посходим Посмотрим Смотри Какое огромное Количество Здесь ящиков Которые мы можем Открыть Так растяжечки О Вот это Отлично Вот это я люблю Это я очень люблю Так что у нас здесь Никто не идет Никого вроде нет Мы можем что-то продать Можно трубу продать Быстренько пока Этого ничего нет Давай-давай-давай Быстрей-быстрей-быстрей-быстрей Продавай А что ты делаешь Я не понял Ты лечишься что ли Придурок Точно-точно Блин Что за крики Что за крики Так вот здесь Мы можем продать Продаем Так что еще продадим Рюкзак нам в принципе Нет Рюкзак нам понадобится Мы из него броню сделаем Теперь мы можем сделать броню У нас фанков хватает У нас фанков хватит И на Эрдроп Насколько я понимаю Отлично Давай-давай Быстро-быстро-быстро-быстро Как спокойно вообще С ботами играть Горя просто можно не знать Давай сходим посмотрим Кого-то уже надо Уже кокнуть Наверное Живелин требует свежей крови Большое количество зданий Здесь смотри Поэтому здесь Очень круто Можно прятаться И при этом Еще это центр арены Самое что интересно Там у нас На острове У нас центр арены Был Открытым И соответственно Было очень Сложно Оставаться там Незамеченным Если уж ты куда-то На арену полез Значит ты все Ты уже должен Будешь сражаться Видимо там до конца Ну или убегать И где-то прятаться Шкериться По кустам И За деревьями Здесь же нет Здесь смотри Открытая площадка Здесь есть Дома То есть по идее Можно сидеть вообще Вот там где-то Видимо Не знаю Есть там окна Или нет Открытые Но вроде как Можно сидеть В этих зданиях Если допустим У тебя Упс Если у тебя допустим Есть огнестрельное оружие Снайперская винтовка Какая-нибудь Ты можешь просто Вылазить сюда Вот на Этот балкончик И стрелять По тем Кто допустим В конце уровня Начинает мутузиться там Ну что Мне кажется Очень даже Неплохая тактика Я думаю что этим как раз И будут пользоваться Так что все Больше и больше Интереса у меня вызывает Как же все-таки Эта карта Будет вести себя При Населении Живыми игроками Тесачок пойдет Тесачок я люблю Он быстрый Он дает много Он ранений дает Кровотечения Что пойдем по трекеру Поищем кого-нибудь Кого-нибудь бота завалим Что ли Так вот у нас ближайший Где-то бежит Он бежит К нам касатель Иди сюда чувак Ты бежишь за мной Или ты от меня убегаешь Придурок Где ты мой родной А вон бежит Лесной житель Ну-ка стоять Я сказал У него кстати тоже У него кстати тоже Какой-то дживелин По-моему Ну стоять Давай-давай Затыкивай его Просто Ты что блок не ставишь Придурок Бить-то будешь Нет Смотри-ка Он даже блоки умеет ставить Пошел нафиг Так отлично Давай-ка я его электрошоком Фигнем Не понял Электрошок Почему не работает Ох ты собака Слушай Он меня сейчас еще нагнет Это кто У меня сзади Кто-то еще гасит Что ли Да я не понял Кто там меня вбьет Тихо-тихо-тихо Блин Он у меня сейчас работает Проиграть боту Это вообще позорище Полнейшее Тихо-тихо-тихо-тихо Ох ты сволочь Все Завались Да ты че Еще один Нет Блин Я уже Уже немножко потерял ориентацию Здесь Пока он меня атаковал Ладно Пошли полечимся Да Такое расслабление есть Когда перед тобой бот Тебе кажется Что ты всемогущий Ты можешь Нагибать его Как ты хочешь Но на самом деле Тоже расслабляться не стоит Ни в каких ситуациях Не стоит расслабляться Это Правило номер один Для выживания Сейчас мы полечимся И у нас все будет Ништипуль Пока вроде никого На горизонте нет Давайте глянем О-оу Первая фаза Сужения карты У нас началась Давай-давай-давай Быстрей-быстрей-быстрей-быстрей-быстрей Сейчас газ уже пойдет У нас А мы кстати на краю карты Прям находимся Скорей Фанков у нас дофигища Но на самый крутой Айрдроп нам бы не хватило Потому что он 250 стоит Чтобы 250 фанков Насобирать Это надо лутать Как проклятый Бегать Собирать полностью Все оружие И перерабатывать его И также убивать Других игроков Потому что за Это дают большое количество Фанков Просто так можно сказать Ты и убил кого-то Еще при этом Еще денег заработай Мне кажется Очень хорошая перспектива Пойдем дальше посмотрим Смотри У нас вроде как Еще наверх на башню Что ли подняться Сходим посмотрим Действительно ли Эта лестница У нас будет работать Зачем мне два джавелина Зачем их таскаю Давай просто глянем Сможем мы реально Сюда подниматься Или нет Это просто бутафория Нет смотри-ка Он не поднимается сюда Жаль Жаль Так бы залезть на эту башню Оттуда можно было бы Круто пострелять Из стрел Допустим Или из Огнестрельного оружия Что у нас осталось У нас три человека осталось Один из них я Двое из них Ботов конечно же Сейчас мы Пойдем попробуем их Нагнуть Кто-то тут у нас Навонял по-моему Мухи разлетались Вон смотри Бежит касатик Иди сюда Э Чувырла По-моему он меня не видит Давайте не будем Сейчас растрачивать Слишком сильно Нашу выносливость Потому что она пригодится Нам в бою Ты не видишь что ли Ты издеваешься Чулак Он увидел Все отлично Опа промахнулся А так ты у нас Уже покоцанный Я смотрю Давай Засранец А че у нас так Светло-то становится Я че-то не понял А почему так Становится светло Давай Все готов Что это за солнце Такое у нас А Я не понял То есть у нас что Ночь кончилась Начался Начался день Я не понял Почему так светло Вдруг стало Может это косяк какой-то А может быть и нет В описании Нововведений Которые были добавлены Здесь В игру С этим новым обновлением Также было сказано Что в каких-то режимах Я точно не могу сказать В каких-то Но там такая фишка была Что если В каких-то режимах В какой-то момент Смотри опять все темно стало Да что ж такое Как будто ядерный взрыв Какой-то был Затяжной Все осветилось Что в каких-то режимах Появляется Где-то на карте Появляется Золотая монтировка Этой золотой монтировкой Можно открыть Золотой кейс Или золотой ящик С каким-то Очень крутым Лутом Тоже кстати Интересная штукенция Соответственно За эту золотую монтировку Я думаю Будет борьба Не на жизнь А на смерть Мне кажется Она того стоит будет Так где он У нас вообще Куда-то ушел Надо уж Завершить раунд Раз уж начали Подлечимся Сходим Чтобы уж так сказать Во всеоружии Встретиться с нашим Последним врагом Я думаю Что в будущем Карт будет больше Потому что Карты дают Такое Сильное чувство Разнообразия В игру привносят И игроки Будут больше И больше играть Вообще Я надеюсь Что в нее все-таки Будут больше И больше играть Потому что игра По-моему На мой взгляд Лично Это Можно сказать Одна из самых Удачных Реализаций Battle Royale Или Голодных игр Так называем Нифига ты косой Что это такое Сейчас было у нас Ты че творишь На сволочь Да Конечно После такого После такой Заряженной Атаки У него шанс Можно просто Затыкать его И все Ты че творишь Насранец На тебе Все Готово А где моя Анимация Да покажите Анимацию А вот Да Анимацию Никакую я особо Не ставил Поэтому у нас Такая вот Простецкая была Это все понятно Давайте выйдем В главное меню И уже наверное Будем заканчивать Да я хочу выйти В главное меню Ну что ж На мой взгляд Обновление Биг Хаус Действительно Заслуживает Большого внимания Сегодня мы сделали Обзор на него Пусть это все Получилось Может быть не так Эпично Как хотелось Потому что все таки Хотелось поиграть В карту Тюрьма С другими игроками Живыми Но все же Сколько я не пытался Загружать Новые Матчи Все равно Меня все время Выкидывало на остров Может быть Я не знаю Может быть Это мое предположение Что может быть Сейчас пока что Карта Тюрьма Не работает Фиг его знает Потому что Ну на мой взгляд Сейчас все бы тогда Играли в эту тюрьму А все почему-то Играют на острове Это очень странно Но в любом случае Если вы любите Эту игру Если понравилась вам Эта серия И вы хотите видеть Продолжение Потому что я хочу Играть в эту игру Я хочу снимать эту игру Я хотел бы в ней Немножечко Поднатаскаться Для того чтобы Избивать не только Ботов Но еще и живых игроков Обязательно Если вы хотите Видеть продолжение Поставьте лайк Под этим видео И пишите свое мнение Об этом обновлении И пообсуждаем И действительно ли оно Заслуживает внимания Или просто это я В таком восторге от него Единственный Нахожусь А конечно же Подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить обновления С вами был Маугли Увидимся в следующем видосе Всегда оставайтесь на высоте И пока-два Не бойся Не бойся бро Скорее жми на кнопку подписаться Чтобы без новеньких видосов Не остаться И даже если ты шероха Запомни мой мотив Без шуток ниже пояса Без мата позитив Я буду Маугли А ты Будь всегда на высоте Здесь собрались Только самые Адекватные Я буду Маугли А ты Подпишись Субтитры сделал DimaTorzok